Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Давненько у нас не было с вами мукбанков. Прошу, что не опрокинуло все. Это просто у нас с вами супер качественный журнальный столик, который я заказала из Турции. Стоил он 15 монат. Это в долларах где-то 10 долларов. Но он достаточно хлипкий. Понятное дело, за такую цену, какое качество, я жду. Но все же. А это, кстати, мой новый бокальчик, который я заказывала. Как он вам? Я увидела, что у блогера САС АСМР точно такой же. Чисто случайно увидела. Я ее давно смотрела, раньше. Сейчас я заметила, что у нее просмотры тоже как-то упали. Мне кажется, это связано по большей части с тем, что люди больше смотрят мукбанки, нежели каких-то АСМР-блогеров. Их стало настолько много. Кто кушает, вам приятного аппетита. Огромное спасибо, что смотрите меня. Спасибо, что подписываетесь. У нас сегодня роллы с моим любимым салатом чука. Внутри также рыба. Очень сложно у нас пока найти роллы именно с чукой. Но я нашла, как только увидела, сразу решила заказать. Дальше у нас здесь такая лапша, которую я приготовила по рецепту одного корейского блогера. Но, если честно, у меня получилось не так круто, как у нее. У нее это выглядело гораздо лучше. Правда, у меня дома не было сыра. Она еще сверху полила сыром. Возможно, из-за этого у нее было более аппетитно. Но, в общем, начнем с роллов. Я голодная, скажу честно. Моя голодная, скажу честно. Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить вас. Помните, в одном из мукбанков я попросила вас проголосовать за мою родственницу? Там было онлайн голосование. И она выиграла. И мне настолько было приятно, что люди, просто потому что я их попросила, могут что-то сделать для меня. Огромное вам спасибо. И некоторые в комментариях писали родственница конкретно кто. И потом до меня дошло, что я даже не рассказала вам. Помните моего брата, про которого я так много вам рассказывала. Истории с детства. Куча всего рассказывала на мукбанках. Так вот, это его жена. Ее зовут Даша. У них есть ребенок. Моя племянница. Я вас не знакомила с ними. Дай бог, когда я поеду туда, обязательно покажу, как они живут, чем они занимаются и так далее. Но если сейчас вам интересно на них посмотреть, то я вам оставлю ссылочку. Мой инстаграмм Даша. Мой брат активно социальные сети не ведет. Мне кажется, не вел никогда. Ему как бы это не особо интересно. Там постоянно истории выкладывать, куда он идет, чем он занимается. У меня брат из тех мужчин, которые считают, что вообще блогинг это типа женское. Хотя я не совсем с этим согласна. Потому что очень много крутых блогеров. Мужчин. Но мой брат вообще далек от этого всего. Так вот, у него нет своей страницы. Но на странице Даши частенько он появляется в историях. Поэтому обязательно подписывайтесь. Мне почему-то кажется, что моя племянница копия мой брат. Настолько похожа. Ссылочку вам внизу оставляю. Обязательно переходите. Подписывайтесь. Ставьте обязательно лайки. Некоторые писали, ты, наверное, с братом больше не общаешься. Вы в ссоре. Ты истории больше не рассказываешь. Но истории закончились. Что мне рассказывать? Я не помню, я рассказывала эту историю или нет. На самом деле, историй было очень много. Я даже прикалывалась над братом, что можно написать просто книгу о твоих неудачных историях, о каких-то тупых ситуациях, которые происходили у тебя в жизни. в начале моего становления как блогера огромное просто спасибо и честно моему брату, который меня поддерживал. до того, как я открыла свой канал, он мне всегда говорил, что я вижу в тебе потенциал блогера. Ты просто начни, у тебя получится. Вы знаете, порой человеку очень важно услышать эти слова. Даже если ты что-то делаешь не идеально. Вот если со стороны люди тебе говорят, что у тебя круто получается, ты огромный молодец, то хочешь, не хочешь, ты продолжаешь, исправляешь какие-то ошибки, меняешься в целом. И он прям, знаете, я вот работала и параллельно вела свой YouTube канал в продолжительный период. И он каждый раз мне говорил, что бросай ты эту работу, снимай больше контента, снимай мукбанки. В какой-то момент я его послушалась, но на самом деле надо было слушаться его гораздо раньше. Надо было прям сразу бросить работу. и вплотную заниматься блогингом. Вот, признаться честно, не буду врать, но мне как-то сразу все пошло. То есть иногда бывает у человека не получается, он пытается, пытается, пытается в конце добивается своей цели. Я как бы создала YouTube канал, кинула туда одно видео и сидела, ждала, чтобы кто-то на меня подписался. отправила видео брату. И вы знаете, он так начал меня нахваливать. Ой, да ты такая молодец, ты так хорошо выражаешься на русском языке. Несмотря на то, что ты живешь не в России, для тебя это иностранный язык, ты такая молодец. Понятное дело, что там дела обстояли очень даже плохо. Честно, я скрыла это видео, потому что мне просто стыдно. Ужасное качество. То есть вообще нет монтажа, я говорю прям сразу. Есть там косяки. И вот несмотря на все эти моменты, вы знаете, брат так хвалил меня. Он мне всегда говорил, самое главное, продолжай. Не останавливайся. И вот всегда мне говорил, я тебя, говорит, вижу с золотой кнопкой. Но вот, к сожалению, нет у меня золотой кнопки. Возможно, мукбанки не такой интересный контент. Возможно, ну, не доросла, будем говорить откровенно. Сейчас тоже нет, 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 мой контент смотрит братик. Какие-то свои комментарии кидает постоянно. Как нужно двигаться, что нужно делать. Например, мой брат, например, он считает, что есть темы, на которых я могу хайпануть, но я этого не делаю. Тебя такая хорошая, правильная. Он мне постоянно обсуди эту тему, напиши ее в шапке. Нет, не в шапке, как это. Даже сейчас я получаю кучу разных замечаний там от брата, от мамы. Что как надо. Прикольная, да, штука? В общем, кому интересно, обязательно подписывайтесь на Наташу. Она вообще очень интересно ведет свой инстаграм. В своем инстаграме я оставляла на нее ссылочку. Но кто не подписан, можете подписаться сейчас. Осталось у нас тут три ролла. Какие же они аппетитные. И внутри самое главное с рыбкой. Это, по-моему, тунис. я вот часто задумываюсь о том, что я хочу только одного ребенка. Я об этом рассуждаю чисто с эгоистической точки зрения. Хотя не только планета перенаселена, понятное дело. О глобальных вопросах я не сильно задумываюсь, но два-три ребенка это сложно не только финансово, это сложно и морально. И вот сейчас очень много женщин, которые вообще отказываются заводить детей, хотят жить чисто для себя. И я очень хорошо понимаю этих людей. Когда я вижу блогеров, которые высказываются на эту тему, и там в комментариях начинается «Ой, да ты пожалеешь, в старости лет тебе очень тяжело будет». Я знаю человека, у которого всю жизнь не было детей, и она не хотела детей. Вот сейчас она в преклонном возрасте, и она до сих пор об этом не жалеет. «Человек счастлив. Человек счастлив. В общем, опять ушла не туда совершенно, приготовила вопросы здесь в телефоне, на которые я хочу ответить, и начала говорить вообще на другую тему. В общем, как всегда. я очень рада, что у меня есть брат. Мама говорит, что папа хотел еще третьего ребенка. Он всегда мечтал о двух сыновьях. Не знаю, почему, но такая мечта у человека. Он всегда мечтал о том, что у него будет два сына. и когда мама была беременна мною, тоже врач, сказала, что будет мальчик. И папа у меня безумно обрадовался. Потом родилась я. В общем, мама даже в те времена говорила о том, что мы просто не потянем трех детей. Два – это вообще очень много. я иногда задумываюсь, если бы у меня еще сестра была бы или еще один родной брат. Какая же у меня была бы жизнь, интересно. Сейчас я понимаю, что, наверное, хорошо, что мы с братом вдвоем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы единственный ребенок в семье. Вот бывают у вас моменты, что вам одиноко. Вы жалеете о том, что у вас нет ни брата, ни сестры. Я не беру в счет двоюродных. Вот то, что родных нет. У вас бывают такие моменты депрессии. вкуснотича. Все детство мы с братом просто чисто дрались. Вообще, никак не могли ужиться. Было очень сложно. Постоянно меня дразнил, там, не знаю. Так как разница была небольшая, когда я только родилась, брат очень сильно ревновал родителей ко мне. Сказать, что я наелась, честно, нет. Я не наелась, но было реально очень вкусно. Здесь у нас ничего не осталось, просто водичка. Мне кажется, вот эта картинка, это прям топ. Мне очень нравится, как сейчас все смотрится. Единственное, мое лицо, это тональный, немного желтит, а у меня подтон кожи именно уходит в розовый. В обычной жизни я этим тоном не пользуюсь, потому что мне не подходит по оттенку. Я подумала, на мукбанке ничего страшного, этого заметно не будет. Но сейчас я смотрю, нифига, еще больше желтит. На этом все, мои хорошие, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ссылочку на Дашу я вам оставляю. Обязательно переходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.